Добрый день, уважаемые друзья. Мы завершили очередную сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ. Обсудили ход выполнения решения декабрьской сессии в Москве и неформального саммита в мае этого года в Бишкеке. По итогам встречи приняты каменеки, в котором закреплены оценки итогов проделанной организации работы в сфере внешней политики, военного соотношения, противодействия современному вызволу и угрозы. Мы удовлетворены тем, как осуществляется совершенствование силовой составляющего ОДКБ. Весьма интенсивно идет работа по повышению боевых подготовок подразделения системы коллективной безопасности. Только в сентябре-октябре текущего года проводятся три крупных учения. Взаимодействие 2013 в Беларуси, ГРОМ 2013 в Киргизии и нерушимое братство 2013 в России. Эффективным инструментом борьбы с современными вызовами стали регулярно осуществляемые операции по борьбе с наркотрафиком, нелегальной миграцией, преступлениями в информационной сфере. Большое значение придаем одобренному сегодня плану мероприятий по выполнению основных направлений развития военного сотрудничества государств ОДКБ наперед до 2020 года. В ходе заседания принято решение по организационным и административно-финансовым вопросам деятельности организации. Одобрен ее бюджет на 2014 год. Была обсуждена ситуация в Афганистане с учетом намеченного на 2014 год вывода из этой страны войск международной коалиции. К сожалению, есть основания полагать, что интенсивность афганского наркотрафика, активность террористических группировок значительно будут возрастать. Уже сейчас экстремисты пытаются распространить свою деятельность на соседние страны, включая территорию центрально-азиатских государств-членов ОДКБ. Будем учитывать все эти сценарии развития ситуации, принимать превентивные меры, окажем дополнительную помощь, коллективную помощь Таджикистана в укреплении таджикско-афганской государственной границы. Договорились разработать целевую межгосударственную программу по обустройству этого участка границы. Серьезное внимание было уделено и сирийскому кризису. Страны члены ОДКБ едины в том, что урегулировать ситуацию вокруг Сирии можно исключительно мирными политическими средствами. Любая внешняя силовая акция стала бы грубейшим нарушением норм международного права, говоря языком устава ООН, агрессией. А такой сценарий неизбежно приведёт к дальнейшей дестабилизации обстановки в самой Сирии, да и в целом в регионе Ближнего Востока. Не может оказать негативные влияния на ситуацию в зоне ответственности нашей организации. Признательны партнёрам по ОДКБ за поддержку усилий России по мирному урегулированию кризиса, за поддержку российско-американских предложений в отношении сирийского химического оружия. Важно использовать все возможности для прекращения насилия в Сирии. Запуска диалога между властями и оппозицией. Именно такая консолидированная позиция закреплена в принятом заявлении стран-членов ОДКБ по Сирии. На нынешней сессии председательства ОДКБ перешло от Киргизии к Российской Федерации. До следующего заседания СКБ в 2014 году мы представили партнёрам приоритеты своего председательства. Цель данного документа – дальнейшее повышение эффективности деятельности организации. В числе намеченных шагов – укрепление безопасности на внешних границах в зоне ответственности организации. Совершенствование оперативной и боевой подготовки подразделений коллективных сил. Кроме того, мы предлагаем сосредоточиться на подготовке миротворческих контингентов ОДКБ, а также на борьбе с наркотрафиком, пропагандой терроризма и религиозного экстремизма. Считаем важным наращивание внешнеполитической координации между странами-членами ОДКБ. Убеждён, что состоявшиеся на сессии обмен мнениями достигнутые договорённости станут весомым вкладом в обеспечение безопасности и стабильности в зоне ответственности членов ОДКБ. Я хочу ещё раз поблагодарить всех участников встречи за конструктивную и результативную работу. Обмен мнениями был очень интенсивным, очень заинтересованным и откровенным. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое.